Чтобы рассказать историю со спасением Би-2 из Таиланда во всех красках и с положенным к такой операции почтением, нужно позвать Леонида Парфенова и снять документальный фильм. Поэтому я даже пытаться не буду в рамках ролика уместить все, что происходило в эти дни, когда несколько частных лиц прошли путь от чатика в Телеграме до того, что целое королевство Таиланд сказало «Забирайте всех оптом, только отколебитесь от нас, пожалуйста». Если кому интересны подробности, посмотрите наш с Александром Плющевым стрим. Там на изложение событий ушел полный час, даже чуть больше. Здесь расскажу тезисно. Все началось с того, что группу Би-2 в полном концертном составе обвинили в незаконной концертной деятельности на территории Таиланда. Музыкантов арестовали и бросили в тюрьму, очень плохую тайландскую тюрьму, без какой-либо связи с внешним миром. Впереди у них была вполне конкретная перспектива – депортация в Россию. Как предполагалось депортировать их всех в Россию, если оба фронтмена – граждане Израиля и Австралии, и у них нет российского гражданства? Схема такая. Формально их бы депортировали в третью страну, возможно, в тот же Израиль, но с билетом через Москву, типа транзитом. С самого начала было понятно, что это не в Таиланде расцвела вдруг законность, и власти озаботились соответствием оснований для въезда и деятельности на территории страны. С самого начала тут торчали уши российского МИДа, а сам МИД по дурости своей даже не пытался молчать в тряпочку. Его представители в унисон с депутатом Луговым явно показывали вожделение от перспективы устроить нелояльной группе прямой рейс из тюрьмы в тюрьму. Это не первый раз, когда в Таиланде случаются проблемы у тех, кто поссорился с российским государством и его высокими представителями. Вспомним Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка. Она в своей книге дала фактуру для расследования Навального о похождениях вице-премьера Сергея Приходько на яхте Олега Дерипаски. Тогда тайские власти тоже внезапно проявили к девушке повышенный интерес, и она оказалась в такой же тюрьме, а затем была выслана в Россию, где тоже попала в тюрьму. Вернемся к Би-2. Не сразу, но довольно быстро стало понятно, что ситуация угрожающая. Процесс погрузки музыкантов в самолет мог начаться в любой момент. Российская сторона явно форсировала ситуацию и хотела все провернуть до того, как все сообразят, что происходит, и поднимется шум. Первым делом в субботу, в день, когда в Израиле даже авиакомпании не работают, не то что политики и чиновники, я пошел дозваниваться до тех, до кого можно было, до СМИ. Журналистам очень хорошо зашло, что Лёва Би-2, сидящий в тайской тюрьме, не абы какой израильский гражданин, не с позавчерашнего дня. Он долго жил в стране, служил в армии и говорит на иврите. Свой в доску, в общем. Его надо вытаскивать. Ну, в общем, вытаскивали-то в итоге, конечно, всех. Пока я этим занимался, успела образоваться группа поддержки, которая очень скоро стала штабом вызволения всех, невзирая на паспорта. Когда меня туда пригласили, в этой группе уже были члены семей и менеджеры артистов, известные правозащитники и политик Дмитрий Гудков. События начинают набирать скорость. По моей просьбе вызывается помочь бывший владелец НТВ и Эхо Москвы Владимир Гусинский, с которым я познакомился в Израиле. Гусинский знает многих израильских политиков, и мы быстро добираемся до министра иностранных дел. Дальше мы уже находимся на связи с консулом Израиля в Таиланде, и он сразу же включается в спасение своих граждан. Тем временем по брелку Эртега, который чудом остался у кого-то из музыкантов, или по телефону, я точно не знаю, но по одному из девайсов, мы видим, что их везут в аэропорт Пхукета, аккурат к рейсу на Москву. Мы в ППХ находим адвоката, с трудом говорящего по-английски, и отправляем его нагонять этот конвой уже в аэропорту, чтобы любой ценой остановить депортацию. Несчастный чувак, видимо, оторвавшись от 48-го за неделю делу о разделе гаража, по заданию какого-то русского незнакомца с израильского номера, реально бежит вылавливать русских у терминала. Вот уж будет что внукам рассказать. До терминала их в итоге не довозят, а перенаправляют в Бангкок, куда ехать 11 часов, и где через 14 часов будет самолет в ту же сторону, в Москву. Израиль к тому времени взялся за дело по взволению граждан с полным усердием. Уже на уровне министра иностранных дел, который, впрочем, и в субботу был включен. Но есть одна проблема. Израильское правительство, как и любое другое, может впрягаться за тех, кто к нему имеет хоть какое-то отношение. Героический консул Израиля в Бангкоке дежурил у входа в тюрьму все дни, но российским-то гражданам он ничем не мог помочь. Международное право плохо учитывает ситуацию, когда своя страна и свои дипломаты пытаются нарочно вредить своим гражданам. Вообще-то функция российской дипломатии – вытаскивать граждан из беды, а не создавать ее. Скандал из локального становится глобальным. Мы собираем все на свете дип-ведомства, благо на каждое есть какая-то бумажка. У кого-то из сидельцев американская грин-карта, у кого-то австралийский паспорт, у кого-то британский ВНЖ. А к музыкантам заявляется замначальника национальной полиции Таиланда Сурачате Хакпарн по прозвищу «Большая шутка». Биг Джоук. Его так и называют в Таиланде только. Биг Джоук. Парангу, учитывая, что в Таиланде не такой развесистый силовой аппарат, это как Бастрыкин. Представьте, Бастрыкин приезжает разбираться с каким-то депортируемыми иностранцами. У всех вовлеченных с тайской стороны глаза делают полный кувырок через затылок. Замначальника полиции приходит не один, а с российскими дипломатами. И с полным намерением как можно быстрее упаковать музыкантов прямо в самолет. Это было настоящее противостояние в реальном времени. Наша команда спасателей изо всех сил раскручивала и успешно раскрутила мировой скандал. Выходили статьи уже в Блумберге, Вашингтон-Пост, Гардиан и множестве мировых изданий, куда дозванивались уже все российские оппозиции правозащитниками внести взятыми. Какой-то контакт был у всех, и все немедленно пошли по ним звонить. Большой международный скандал – это единственное, что может испортить малину в коррумпированной стране. Российские же дипломаты давили на тайские власти, как в последний раз. Возник промежуточный вариант – отправить всех транзитом через Турцию. Вроде бы ни вашим, ни нашим. Улетайте, а там сами между собой разбирайтесь. Но нам такое категорически не годилось. Было понятно, что в Турции российская дипломатия уже заряжена. Артисты даже границу там не перейдут, их первым же рейсом отправят в Москву. А в рейсах в Россию и Стамбула дефицита нет. Первым отпустили Леву. Он израильский гражданин, российского гражданства у него нет. Нет поводов отказать консулу в его вывозе. Это была очень важная победа, ведь именно Лева – центральный персонаж этой истории. Он занимает самую громкую антивоенную позицию. Уж если кого-то показательно хватать, то именно его. Дальше произошло нечто вовсе не виданное в истории мировой дипломатии. Вряд ли это было бы возможным в стране, где ночевал закон, но в Таиланде оказалось реальным. Мы настолько накрутили местное начальство, что они решили выдать на руки израильскому консулу сразу всех музыкантов, включая российских граждан, не имеющих ни малейшего отношения к Израилю. Все, что оказалось нужно местным властям – показать билеты на самолет. Но билетов в продаже не было. Вообще ни одного. А понятно, что надо было делать это немедленно, и это решение могло в любую секунду поменяться. В моменте было невозможно связаться с директором авиакомпании Эляль, контакты которого немедленно пошел искать один из нашей этой группы спасателей. Усидчивость и везение еще никто не отменял. Бесконечным обновлением сайта перевозчика мы начали выхватывать билеты по одному. Причем занимались этим уже вместе с Левой, прилетевшим в Израиль. Сидели прямо и по очереди обновляли сайт раз в секунду. Когда ловили, оформляли для начала билеты российским гражданам, потому что они явно в большей опасности и могут там остаться, и все. Израильский консул слегка офигел от такого поворота. Мало того, что в нагрузку к своим гражданам ему выдали еще и россиян, так еще и билеты мы покупали на кого угодно, кроме израильтян. Но пережил, куда деваться. Да и на самом деле он так вписался в историю, что и сам был рад вытащить всех. Консул там просто суперкрутой. Наконец удалось связаться с директором Иляля и получить экстренные билеты на троих оставшихся израильтян. Как в голливудском фильме, ровно за пять минут до закрытия изолятора, консул вывез артистов и усадил на самолет. Все долетели до Израиля и все в безопасности. А российский МИД зализывает раны от публично ампутированных понтов, без стеснения публикуя комментарии к нашему сплющевым стриму на своем официальном сайте. Стрим этот стоит посмотреть, потому что я сейчас и десятой части истории вам не рассказал. Например, вы не знаете про турецкого адвоката, который все это время сидел в Бангкоке, готовый купить билет на рейс, на котором группу депортируют в Стамбул, и биться за них в стамбульском аэропорту. История просто из области фантастики. Ничего лучшего давно не слышали. Я бы и сам не поверил, если бы лично не участвовал. Когда целая куча дипломатов впрягается в помощь российским гражданам, хотя ни в одном глазу никто из них не должен этого делать, это впечатляет и вдохновляет. С другой стороны, подчеркивает горькую и позорную реальность. Спасать-то их надо от родной страны. Это ж какой-то кошмар. Как ведет себя наше государство. Бегает за людьми и активно им гадит. Теперь давайте разберемся, что это вообще такое было и каковы будут последствия. В том, что случилось, со стороны Таиланда нет никакой политики. Это просто частный случай коррупции. У властей страны нет и быть не может никаких причин кошмарить российских музыкантов, кроме причины в виде денег, которые переместились в карманы конкретных начальников на места. Угодите в центр такого скандала, да еще и из-за чужих непонятных разборок Таиланду вот вообще ни разу не в кассу. Просто оцените масштаб катастрофы. Выходит, что в этой стране человек с любым паспортом рискует быть упакованным в самолет и отправиться в Россию. Просто по желанию левой пятки российского МИДа, подкрепленному мешком денег. И ладно бы, эта опасность была исключительно для российских диссидентов. Наши беды, наши проблемы. Но что, если в отпуск за том ямом решит съездить инженер-конструктор химарсов? Или военнослужащий в ВСУ? Или какой-нибудь чиновник, ответственный за санкции? Много есть на свете людей, которым в сегодняшнюю Москву никак нельзя. Более того, получается, что в Таиланде российский МИД угроза для любого гражданина США, ЕС, Украины. Ведь российская власть любит, умеет и практикует захват чужих граждан в заложники. С тем, чтобы потом обменивать их на торговцев оружием, наркобарыг и прочих приятных личностей. Тут же главное начать. Главное проложить эту лыжню. Посадить силовой аппарат Таиланда на вторую зарплату из Москвы. И тогда тут уже можно будет выцепить любого человека. Понятно, что с точки зрения любой нормальной страны это полный звездец. Если позволить скандалу развиться, есть вероятность, что дело не ограничится дипломатической активностью. Можно нарваться на реальные проблемы. Очень круто, что удалось спасти Би-2. Но куда более важно то, что их кейс не стал успешным. Что была сорвана вся эта лавочка. У замначальника тайской полиции, который устроил нервотрепку с депортацией, сейчас явно серьезные проблемы. Ведь он поднял с земли и принес начальству на блюде международный скандал в полный рост. С вовлечением всех на свете. Теперь любой его коллега крепко подумает, нужны ли ему эти бабки из России, от которых сплошная головная боль. Может лучше по-прежнему выпускать карманников за взятки и крышевать тюремную контрабанду. Торговать досрочными освобождениями. Делать привычный коррупционный бизнес. Не рискуя обнаружить в своем кабинете выездное заседание ООН. Бюрократия везде одинаковая. Она любит тишину. Даже самый коррумпированный начальник в самой коррумпированной стране, где без пухлого конверта не делается вообще ничего, откажется от взятки, если к ней прилагается скандал. Если из-за этого скандала в его коморку по выдаче водительских прав начнут совать нос, тыкать объективами, звонить с вопросами и копаться в бумагах. Тайские чиновники мало чего знают о России. Они без понятия, кто у нас тут большая звезда, а кто мимо проходил. За кого впишутся всем миром, а кого можно выслать втихаря. Они запомнят главное. Русские забашляли за депортацию каких-то русских, но те оказались даже не русскими. И из-за них у больших людей случились большие проблемы. Лучше в будущем избегать разборок между русскими. Пусть сами там друг с другом все решают, пока нам не прилетело внезапно от каких-нибудь австралийцев. Лучше купить себе майбах на год позже, чем сменить кресло замминистра на маленький ларек с подтаем. Нам же всем нужно осознать новую реальность. Мы привыкли за последние четверть века к простой и надежной схеме. Как только ты переступил российскую границу, российская власть теряет к тебе интерес. Чтобы тебя начали выцеплять из-за рубежа, власть должна объявить тебя своим персональным врагом. Бывали и такие случаи, но все же совершенно единичны. Однако то, что произошло с Би-2, не инициатива на местах. Не случай, когда в консульстве нашли сундук валюты и придумали идиотский способ ее применения. Это была целенаправленная операция с публичной поддержкой руководства российского МИДа. К операции были привлечены незаурядные ресурсы. Будто речь не о музыкантах с антивоенной позиции, а о настоящих политических оппонентах, будто Навального ловить. И явно не имелось в виду, угрохав столько ресурсов, музыкантов по прилете в Россию пожурить, поставить им на вид, проработать на партсобрании и взять на поруки. Явно их пытались вывести под большое и мощное уголовное дело, под показательный процесс. Очевидная цель такого процесса – показать всем, кто уехал, но продолжает влиять на граждан России. Мы до вас доберемся, выцепим, упакуем и привезем. Прикусите лучше язык и не будите лихо, пока оно тихо. Вы вообще живете на свете по доверенности, и пока у нас хорошее настроение. Есть правило, незыблемое, как физический закон. Новости России – это новости Беларуси двухлетней давности. Таков у российских властей срок копирования приемов усатого соседа. Лукашенко давно охотится на граждан за границей. Он не скрывает этого. Он этим бравирует. Идея всех вернуть и пересажать – вполне официальная государственная политика. Видимо, и нам пора к такому привыкать. Теперь недостаточно просто быть за границей. Надо быть за такой границей, где российские дипломаты и спецслужбисты не ходят, как у себя дома. Где вопросики нельзя порешать за кэш. Потому что в решении вопросиков за кэш российской власти нет равных. Если вы как-то заметны, если есть вероятность, что по вам будут работать персонально, постарайтесь ответить себе. Там, где я живу или там, куда я поеду, работают ли законы хотя бы чуть-чуть? Смогу ли я, если что, пожаловаться, посудиться, затянуть процесс, выскользнуть и спастись? Не так важно, далеко ли вы от России физически. Но если в стране вашего пребывания продается все, от постового до министра, если коррупция в ней норма жизни, то, видимо, эта страна вам больше не подходит. Мы увидели, как все работает, посмотрели на новую российскую политику. Хорошо, что обошлось без жертв. Что вся свистопляска задним числом выглядит как курьез. Но случилось это чудом. Просто обстоятельства сложились в нашу пользу. Все вовремя все узнали, успели до всех добежать, а противная страна не успела сориентироваться. Но вообще-то предполагалось, что мы сейчас будем смотреть на музыкантов Би-2 за решеткой на заседании по избранию меры пресечения. И у тех, кто все это замутил, цели не изменились. У них много денег, много связей, много каналов неформальной коммуникации. Самое вредное и опасное, что сейчас можно сделать – безответственно посмеяться над их провалом, забыть и пойти дальше. Из того, что они провалились в этот раз, совершенно не следует, что, во-первых, они не продолжат в том же духе, а во-вторых, что в следующий раз не преуспеют. Наши звезды, общественные деятели, политики, просто заметные персонажи много путешествуют, бывают не в самых безопасных странах. И они убеждены, что российское государство о них забыло, что они такие неуловимые Джо. Пока гром не грянет, понятно, что мужик не перекрестится. Пока кто-то очень заметный не доедет до московского СИЗО, люди будут чувствовать себя в безопасности, а такие случаи, как с попыткой депортации Би-2 в Россию, воспринимать как анекдот. Так вот, не надо так думать, особенно если это вас может коснуться лично. Все очень серьезно. Бюрократия ничего не делает просто так, зря ружья по стенам не развешивает. Если какая-то политика обозначена, значит, она будет применяться до тех пор, пока не достигнет успеха. И только от вас зависит, не станете ли вы первым прецедентом. Но пока я не откажу себя в удовольствии обратиться к российскому МИДу, который даже вступил со мной в заочную дискуссию. Хер вам, а не Би-2. Будут они вам на ложках играть, ага. Сейчас. Разве что на губозакаточной машинке сольный концерт с мировой трансляцией. Идите нахер. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok